МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Прошу вас, дорогие друзья, сказать свое слово. Россияне голосуют за страну, в которой хотят жить. Владимир Путин выступил с телеобращением в преддверии решающего дня голосования по поправкам Конституции. Все происходит бесконтактно, на расстоянии положенном, на дистанции полтора метра. Поэтому можно смело приходить, голосовать. Маски, антисептики, контроль температуры на входе. На участках для голосования обеспечен режим максимальной безопасности. Спасибо вам большое. Это неоценимый вклад в нашу работу. Мы очень рады, что вы думаете и за нас тоже. Звезды кавказской эстрады включились в борьбу с пандемией. Певец Ислам Итляшев стал добровольцем в составе рабочей группы Оперштаба Республики. Владимир Путин принял сегодня участие в церемонии открытия мемориала советскому солдату под Оржевом, где в годы Великой Отечественной войны шли ожесточенные бои. Инициаторами создания мемориала стали ветераны, которые попросили увековечить память своих боевых товарищей к 75-летию победы. По итогам открытого международного конкурса победил проект скульптора Андрея Коробцова и архитектора Константина Фомина. 25-метровая бронзовая фигура солдата, возведенная на 10-метровом насыпном кургане. Помимо самого памятника, мемориальный комплекс включает в себя павильон, где можно ознакомиться с историями тех, кто отдал свою жизнь за победу. Далее Владимир Путин выступил с телеобращением гражданам России в преддверии решающего дня голосования по поправкам Конституции. Он подчеркнул, что россияне голосуют за страну, в которой хотят жить, а поправки вступят в силу только при одобрении народом. Вновь обозначу свою позицию. Она чёткая, неизменная и абсолютно твёрдая. Обновлённый текст Конституции, все предложенные поправки вступят в силу только при вашем одобрении, при вашей поддержке. Вы знаете, что голосование уже идёт несколько дней. И такой шаг продиктован требованием защитить здоровье людей. Хочу поблагодарить всех, кто уже сделал свой выбор. Завтра, 1 июля, основной день голосования. Прошу вас, дорогие друзья, сказать своё слово. Голос каждого из вас самый важный, самый главный. Сегодня глава Карачао-Черкесии Рашид Темрезов провёл рабочую встречу с руководителем Роспотребнадзора по Карачао-Черкесии Сергеем Бескокотовым. А главный санитарный врач республики констатировал стабилизацию в регионе санитарной эпидситуации по коронавирусу. И сообщил, что в ближайшее время Роспотребнадзор России будет рассматривать возможность перехода Карачао-Черкесии ко второму этапу снятия ограничений. Рашид Темрезов, в свою очередь, подчеркнул, что позитивная динамика по коронавирусу не повод для снижения санитарной эпидтребований. Масочный режим в общественных местах и местах скопления граждан. Соблюдение социальной дистанции. Отказ от организации и участие в массовых мероприятиях. А также самоизоляция для людей старше 65 лет остаются обязательными для всех. 3 июля в России начинается процедура сдачи единых госэкзаменов. Как они будут проходить на территории республики, Рашид Темрезов обсудил сегодня с руководством регионального Минобра. Напомним, что основной этап ЕГЭ с 3 по 25 июля. Затем в резервные дни с 3 по 8 августа. ЕГЭ в этом году сдают только те ребята, которые планируют поступать в ВУЗы. Всего по Карачао-Черкесии таких 1948. Плюс 929 педагогов, которые будут участвовать в организации экзаменов. В этом году в регионе откроют больше пунктов сдачи ЕГЭ для каждого города и района. А все организационные вопросы, включая соблюдение мер санитарно-эпидхарактера, будут на контроле Минобразования Республики совместно с муниципальными подразделениями. Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ продолжается без малого неделю. На сегодняшнее утро явка по Карачао-Черкесии превысила 60%. Ну и на шестой день голосования на избирательных участках все еще много желающих отдать свои голоса и выразить гражданскую позицию. Как прошел этот день на участке номер 198 станицы Преградной у Рубского района в сюжете моих коллег. Голосование по поправкам в Конституцию активно проходит не только в республиканской столице. В станице Преградной, например, оно имеет даже свои особенности. Во-первых, среди жителей станицы много людей старше 65 лет, большинство из которых проголосовали на дому. Во-вторых, есть труднодоступная местность, из которой избирателям было бы тяжело добираться до участков. Поэтому для них организовали придомовое голосование. Несмотря на то, что основная масса людей приходит на участок уже в маске, есть и те, кому их выдают на входе. Ведь в период пандемии безопасность – первоочередная задача. На участке выдают средства индивидуальной защиты. У каждого индивидуальный пакет с перчатками, с маской и с антисептической салфеткой. На входе все обрабатывают, обрабатывают руки, измеряют температуру. Все происходит бесконтактно, на расстоянии положенном, дистанция полтора метра. Поэтому можно смело приходить, голосовать. А еще голосующие хорошо знают содержание поправок. Мадина Джанкиосова, главный библиотекарь районной библиотеки, считает очень важным, что изменения будут внесены и в социальный блок. Ежегодная индексация пенсии и социальных выплат, такие как поддержка молодой семьи и будущей молодой семьи, так как российская семья – это самая большая семья, которая идет из поколения в поколение. Конституция – это своего рода маршрутный лист страны. Именно поэтому все, кто участвует сейчас в голосовании, действительно определяют будущее страны. Пайна Куршева, Назир Капушев, Архиз, 24. Высокая активность на участках наблюдается в одном из самых многонациональных населенных пунктов республики – поселке Кавказском. Там за первые дни голосования свой выбор сделало уже более 50% жителей. Эрнест Чуков продолжит тему. Доброе утро! Здравствуйте! Давайте вашу температуру кипаем. С термометром в руках на избирательном участке в поселке Кавказский встречают каждого посетителя. Но это и понятно – все-таки безопасность превыше всего. Далее уже ставший стандартным процесс – дезинфекция рук, выдача одноразовых масок, перчаток и ручки. К этой процедуре голосующие относятся с пониманием. Спокойно регистрируются, берут бюллетень и делают свой выбор. Свой выбор сделал и популярный в республике музыкант, певец и актер Ширвани Мурдалов. Как истинный патриот своей страны, он призывает каждого выбрать будущее нашего государства. Я, как и, наверное, все мы переживаю за нашу страну, болею за нее. И хочу обратиться ко всем. Сам факт, что голосование есть, говорит о том, что с нашим мнением считаются. Не оставайтесь равнодушными. Идите, голосуйте. Вы имеете на это право. Вообще в поселке Кавказском, известном своим межнациональным разнообразием, люди к голосованию относятся серьезно. Об этом говорят и цифры. Голосование идет активно. Уже более 50%. Мы перешагнули Рубикон. У нас 2100 избирателей, а 1146 уже проголосовало. В основном люди стараются прийти до работы или уже после работы. Ажиотажа такого, чтобы у нас скопления было нет. Больше всего проголосовало в субботу, в выходной день. Заглянул на участок и глава администрации Прикубанского района Мухаммад Амин Чумаев. И не просто узнать, как проходит процесс и все ли нормально, а чтобы лично проголосовать. Настроение хорошее, шикарное настроение. Заехал на наш участок проголосовать за поправки Конституции Российской Федерации. Это не просто поправки, а мы сейчас голосуем за будущее нашей страны, за сильную Россию. Практически мы все стали свидетелями с этой пандемией с коронавирусом. Россия показала, она была сильной и останется всегда сильной страной. За тем, чтобы голосование проходило прозрачно и легитимно, внимательно следят наблюдатели, уполномоченные Общественной палатой Карачаева Черкесии. Их задача – фиксировать нарушения, но здесь, в поселке Кавказский, наблюдатель откровенно скучает. Все проходит спокойно. Очень позитивная атмосфера, никаких происшествий не было. Все спокойно, приходят в позитивном настроении. За время здесь нахождения никаких особых происшествий я не видела. А для тех, кто не смог проголосовать на участки, избирательная комиссия приходила на дом. Такое желание заранее изъявили 214 жителей поселка, и на данный момент почти все уже о ней проголосовали. Эрнест Чуков, Радомир Князев, Архиз, 24. Безопасность на первом месте. В ходе голосования на избирательных участках республики соблюдаются все меры предосторожности в связи с ситуацией коронавирусной инфекции. Помимо того, что избиратели в строгом порядке голосуют только в масках и перчатках, каждый час там проводится полная санитарная обработка. Что она в себя включает, расскажет Анита Дышакова. Жительница Черкеска Виктория Денисенко свой обеденный перерыв решила потратить на важное дело. Девушка не осталась в стороне от такой патриотической миссии, как голосование по поправкам в Конституцию. Виктория понимает, что голос каждого жителя может стать решающим в принятии значимого для страны решения. Пришла проголосовать, потому что я, как житель Российской Федерации, считаю, что нужно все равно прийти и свой голос внести. По данному участку избирательному здесь все достаточно стерильно, безопасно. На каждого человека свои защитные средства, что, между прочим, очень удивительно. То есть, я выполнила свой долг, рекомендую это сделать всем. Как только голосующий покинул помещение, члены избирательной комиссии принялись за уборку участка. Санитарная обработка проводится здесь практически каждый час. Специальным дезинфицирующим средством обрабатываются все поверхности, начиная со столов и заканчивая дверными ручками. Сюда входит обработка столов, значит, урны, кабины для голосования, переносные урны. В связи с пандемией мы должны предусмотреть все меры безопасности. Обработка – это одно. Предварительно вы видите, что у нас размечены все линьми красные. Должны соблюдаться и санитарные нормы в том, чтобы расстояние избирателей находится на полтора метра от стола. Средства индивидуальной защиты, в том числе одноразовые маски, перчатки, защитные экраны для лица, антисептики и так есть при входе в участок. Но такую периодическую санитарную обработку в течение дня рекомендуется проводить на участках в качестве дополнительной меры безопасности. Анета Дышекова, Радамир Князев, Архиз-24. Активность жителей Карачао-Черкесии во время проведения голосования не снижается шестой день подряд. Голосуют в городах, райцентрах и даже в небольших аулах республики. Извакожили сюжет моего коллеги Арнеста Чукова. Эту школу в 70-х годах Рамазан Гедегушев строил лично. А сегодня он вновь вернулся сюда, но уже по иному поводу. Сейчас в этой школе открыт избирательный участок и Рамазан будет голосовать. Но перед этим ему предстоит получить перчатки, маску, ручку, отметиться и взять бюллетень. Уже за трибуной, не раздумывая, Рамазан делает свой выбор. Это, безусловно, очень важно. В этой стране нам жить, в этой стране жить нашим детям. Мы должны, обязаны проявлять свою гражданскую активность. Тем более сейчас вопрос стоит о целостности, о сохранности, о целостности государства, о стабильности в стране. И, безусловно, мы обязаны участвовать в этом принимать. В целом, в окружили люди на голосование идут с охотой. Основной поток, конечно, рано утром и вечером. Очередей не возникает, но это даже радует, учитывая нынешнюю ситуацию в регионе. Чтобы еще больше обезопасить процесс, после каждого проголосовавшего, члены комиссии дезинфицируют трибуну, урну и места общего пользования. На данный момент у нас 732 избирателей. Но может этот список увеличится, потому что есть которые прописанные, но не проживающие. На данный момент, вот сегодня у меня список увеличился на пять человек уже. Избиратели как-то активно идут. Мы не ожидали, что так будет. Но, в общем, нормально все. Еще 27 человек заранее изъявили желание проголосовать на дому. К ним члены избирательной комиссии придут сами, конечно же, в сопровождении наблюдателей и сотрудников полиции. Эрнест Чуков, Роман Нагаев, Архиз, 24. Любое искажение фактов или ложь, касающееся нашего прошлого, станет нарушением главного закона нашего государства в случае, если более 50% избирателей проголосуют за поправки в Конституцию России. Особенную значимость конкретно этой поправки хорошо понимает старшее поколение нашей страны. Фаина Куршева продолжит тему. Любовь Мартыненко – педагог с 50-летним стажем. И как для учителя истории, для Любови Алексеевны, конечно, имеет значение сохранение исторической правды. Мы должны знать историю своей Родины, учить детей любить свою Родину, ценить все заслуги, которые имеем, служить Родине, защищать ее. И так из поколения в поколение. На 201-м избирательном участке, развернутом на базе Преградинской средней школы, Любовь Алексеевну очень хорошо знают. Если она не учила самих членов комиссии, то обязательно их детей или племянников. Еще я обратила внимание на улучшение экологической обстановки. Выделяются дополнительные средства. Что такое экология? Это природа, это наука о природе. И человек в ней не хозяин, а вечный работник. Поэтому здесь и государство должно уделять внимание улучшению экологической обстановки в стране. Но и каждый человек. И, конечно, на участках для голосования заботятся о здоровье избирателей, тех, кто голосует тут, и тех, кто делает это дома. Берем с собой урны и упаковываем пакеты, где в пакетике лежит ручка для голосования, лежит салфетка одна, лежит маска разовая и лежат перчатки разовые. Напомним, что голосование по поправкам в Конституцию завершится 1 июля. Всего на него вынесено 206 поправок. И если 50% россиян проголосуют за, поправки будут признаны одобренными. Паина Куршева, Назир Капушев, Архиз, 24. Итак, завтра 1 июля. Единый день голосования по поправкам в Конституцию. И все жители страны, для которых этот день окажется рабочим, должны получить за него повышенную оплату. Об этом сообщила глава Комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Светенко. По словам сенатора, порядок оплаты труда, выходные и нерабочие праздничные дни регулируются 153 статьей Трудового кодекса. Напомним, что общероссийское голосование по поправкам в Конституцию первоначально назначили на 22 апреля. Но из-за пандемии коронавируса его пришлось отложить. На позапрошлой неделе Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля, и этот день будет выходным. А еще один долгожитель нашей республики победил коронавирусную инфекцию. Накануне с госпиталя при городской больнице Черкеска выписали 90-летнюю Шабу Баташеву, которая поступила туда две недели назад с 70-процентным поражением легких. Несмотря на преклонный возраст и сопутствующие заболевания, женщину удалось вылечить и отпустить домой, чему очень рада вся семья. По словам медперсонала, который ухаживал за уникальной пациенткой, Шаба Баташева безоговорочно доверяла врачам и тепло благодарила всех за заботу и лечение. Лечение было нелегким, но в течение всего стационарного лечения нам удалось достигнуть положительных результатов. Пациентка в удовлетворительном состоянии, на сегодня температура нормальная. Данные всех исследований, в том числе и компьютерная томография легких с положительной динамикой, выписываем на амбулаторное долечивание с нашими дальнейшими рекомендациями. На сегодняшний день она абсолютно здорова. Благодаря доктору Шереметову Майе Милевне, необыкновенно чуткий, добрый доктор, который необыкновенно хорошо вылечил мою бабушку. Безмерная благодарность от меня лично и от моей семьи. Я пожелаю, чтобы в нашей республике было побольше таких докторов, как Майя Милевна. Звезды Кавказской эстрады также присоединились к борьбе с пандемией коронавируса. Наравне со своими поклонниками они собирают и разводят продуктовые наборы, раздают по инфекционным госпиталям средства защиты, помогают малоимущим семьям. Например, исполнитель замечательных лирических песен Ислам Итляшев стал добровольцем в составе рабочей группы Оперштаба Республики. Очередной его выезд был в Адыгихабульскую ЦРБ, а компанию ему составил наш корреспондент Анзор Курбанов. Рабочая группа Оперштаба при главе Кочер это многогранная команда из самых разных людей. Политики, студенты, медработники и артисты. Всех объединяет желание помочь своей республике. Ислам Итляшев один из первых, кто вызвался помогать рабочей группе и делает это с большим удовольствием. Сегодня в составе рабочей группы Оперштаба мы повезем в район Адыгихабульскую больницу средства индивидуальной защиты. Это будут костюмы, респираторы, маски, перчатки и так далее. Мы должны здесь жить сплоченно, как братья, независимо от нации. Мы должны друг другу помогать, проявлять, показывать себя. Я думаю, это самое время. Ислам Итляшев – исполнитель лирических песен, которого очень любят на Кавказе. Харизматичный горец поет о любви к родине, о преклонении перед женщиной, о чести и долге. Ислама любят во многих регионах Северного Кавказа, но он хранит верность родной республике и всегда готов прийти на помощь ее жителям. Благотворительность, я считаю, это состояние души. Если ты хочешь помочь человеку, значит, у тебя чистая душа, чистое сердце. И я всех призываю заниматься благотворительностью, делать добрые дела, побольше помогать друг другу. Адыге Хабль – вторая малая родина молодого артиста. Это тоже одна из причин, почему певец решил участвовать в раздаче средств индивидуальной защиты местной больницы. Спасибо вам большое. Это неоценимый вклад в нашу работу. Мы очень рады, что вы думаете и за нас тоже. Мы как представители медицины, передовой, в первых рядах, кто может заболеть. Отдельная благодарность вам, врачам, медперсоналу, всем спасибо большое за такой нелегкий труд. Напомним, что гуманитарный груз со средствами индивидуальной защиты был доставлен в Карачаево-Черкесию из Дагестана. В очередной раз братские республики помогают друг другу, стараясь скорее выйти из той ситуации, в которую всех нас загнала пандемия. Анзор Курбанов, Далиль Мирза, Архыз-24. За последние сутки в Карачаево-Черкесии выявлено 72 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число больных COVID-19 за все время пандемии в республике теперь составляет 3520. Из них 1452 человека уже выздоровело. 524 получают лечение в госпиталях, остальные проходят лечение в изоляции на дому под наблюдением врачей. Ну а сейчас поговорим о статистике по стране и в мире. Начнем с Северного Кавказа. В Чеченской республике 1713 заболевших. И третья ступень отмена ограничений. В Ингушетии 3047 больных. И второй этап. В Северной Осетии чуть больше 4000. В Кабардино-Балкаре 5010 человек. В Ставропольском крае 5141. И наконец, в Дагестане инфицированных коронавирусом 7840 больных. Что касается общероссийской статистики, то суточный прирост зараженных по стране составил 6600. 9000 выздоровело. Если говорить об общемировых данных, то официальная цифра зараженных приближается к 9,5 миллионам. Наибольшее число у пациентов с коронавирусом в США – 2,5 миллиона. На втором месте Бразилия – 1,3 миллиона. Россия на третьем. Замыкают пятерку Индия и Великобритания. Красная зона. Сейчас этот медицинский термин знаком, пожалуй, каждому из нас. Это изолированное место в стационаре, где проходит лечение пациента с коронавирусной инфекцией. В Карачао-Черкесии на сегодняшний день красных зон уже 6. По числу открывшихся инфекционных госпиталей. И в каждом из них буквально на износ трудятся медики-добровольцы, которые на время ставили свою основную работу ради спасения коронавирусных больных. Марат Урусов, заведующий травматологическим отделением Республиканской многопрофильной детской больницы, полтора месяца провел в красной зоне. А завершив там свою смену, после двухнедельного карантина встретился с нашей съемочной группой. О золотых руках врача-ортопеда Марата Урусова знают многие дети и даже взрослые жители Карачао-Черкесии. Вот уже больше 20 лет он возвращает своих пациентов к нормальной жизни. Но два месяца назад ему пришлось сменить медицинский профиль с ортопеда на терапевта. Причем не простого, а лечащего коронавирусных больных. Он был в числе первых медиков-добровольцев, отправившихся в ту самую пресловутую красную зону. Набирали добровольцев, больных еще в принципе не было. Записались мы еще 2 апреля, 6 апреля появился первый больной на госпитализацию. Послали, кто в списках был, то есть мы уже в списках были. Послали автомобиль за мной, и я вот попал туда в госпиталь. Желание было работать. Хотелось изнутри посмотреть. Хотелось посмотреть, что за вирус такой лютый. Действительно, он страшный вирус, опасный. В красной зоне Марат Урусов провел почти полтора месяца. Тяжело больные пациенты, разлука с родными и шестичасовые смены в противочумном костюме. Марат Умарович признается, что это непростое время он запомнит навсегда. Такого вызова жизнь ему еще не бросала. Тяжело было морально видеть много больных людей, реально тяжелых, аппаратных людей, задыхающихся людей. А для себя не морально, чисто физически было тяжело, то что очки запотевали, ничего не видно. В сизах жарко. Многие наши мальчики и девочки, которые работали там, студенты, сознание теряли. Но доблестно вставали и дальше шли работать. Полтора месяца работы в госпитале позади. Пробыв две недели на карантине, как и положено после красной зоны, Марат Умарович вернулся к прежней жизни и к работе в свое травматологическое отделение, к лечению маленьких пациентов, которым также нужна его квалифицированная помощь. Смена закончилась в госпитале из-за того, что лето, повышенная травматизация, дети предоставлены сами себе, в школу не ходят. У нас как бы наплыв детей в отделение. И основную работу тоже никто не отменял. Плюс подошла замена мне, тоже терапевты уже подтянулись. Поэтому как бы решили уже возвращаться к себе на работу. Сегодня в госпиталях Карачаева-Черкесии трудится огромное количество медиков. Они бойцы на передовой, воюющие со страшным вирусом. И похоже, что многие жители республики это сейчас очень хорошо понимают, регулярно выражая врачам слова благодарности. Но для медиков самым лучшим подарком будет, если мы все посидим с вами дома, чтобы медики поскорее могли вернуться к прежней жизни. Дарья Назарова, Роман Нагаев, Архиз 24. Пока в Карачаева-Черкесии еще сохраняется непростая педобстановка, жителям республики по-прежнему лучше не выходить из дома без особой надобности. Тем более, что в регионе заработал новый сервис доставки Сбермаркет. Благодаря которому можно заказывать продукты и товары первой необходимости на дом в один клик, не вставая с дивана. Наш корреспондент расскажет, как это сделать. Нажимая кнопку «Начать сборку», Аслан Абдоков начинает свою работу. Он эксперт по закупкам в Сбермаркет и сейчас собирает очередной заказ. Клиентка просит купить курицу, сыр, хлеб, овощи. По секрету Аслан делится, у профессии сборщика много нюансов. Чтобы выбрать самые спелые фрукты и вкусные овощи, тоже нужно много знаний. А значит, некачественный товар в его корзину точно не попадет. Для наших клиентов сервис Сбермаркет – это не просто сервис, это как личный помощник, когда любой клиент может заказать у нас в магазине и сборщик собирает лучше, чем сам клиент. Дальше в дело вступают курьеры. И здесь все так же не все просто. Важно не просто аккуратно упаковать продукты, но и соблюдать правила товарного соседства. Еще одно большое преимущество сервиса Сбермаркет – доставка в день заказа. Покупки Ольги Григорьевой привезли в течение двух часов. Пользуемся услугой Сбермаркет. Очень качественные, удобные, доступные продукты. Спасибо большое. Мы с ребенком не выходим из дома, пользуемся режимом самоизоляции и пользуемся этой услугой. Совершить покупку, не выходя из дома, совсем просто. Для этого достаточно скачать на телефон приложение Сбермаркет или зайти на сайт, выбрать все необходимое и оплатить покупки картой. Шоппинг продлится всего несколько минут. При этом вес вашей покупки совсем не важен. Любой заказ курьер поднимет прямо до вашей двери. Эрнест Чуков, Роман Нагаев, Архиз, 24. Такими, на наш взгляд, были основные события дня. Напоминаем все новости республики на сайте Республиканского информационного агентства «Корчао-Черкесия» и на нашем канале «Архиз-24». Номер телефона редакции 23 89 40 и код города 8 782. Всего доброго и оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова